Всем здорова! К нам Санёк приехал. У нас скорость будет теперь в два раза выше. У нас задача покрасить сегодня мокрый по-мокрому в идеале капот. Но сейчас обнаружилось кое-что. То, что этот капот окрашен не так, как мне сказали, что у него единичный окрас. А у него как минимум вторичный окрас с небольшим ремонтом, потому что 735 микро он даже в трёх окрасах быть не может. Очень хорошо просматриваются всякие пропилы, оконтуривание, мусор и так далее. То есть пока он стоял на машине, так бегло на солнечке, ну в глаза ничего не бросалось. Покрасил в цвете, да в цвете. Проблема, из-за которой приехал хозяин, вот она. Я ему изначально предложил вариант решения проблемы, то есть ремонтируем, да, и красим всё. Он говорит, да давай уже всё снимаем до металла, это дороже, но это по крайней мере надёжнее. Сейчас будем снимать всё до металла с такими вот вариантами. Значит, у нас есть две смывки. Одна дешёвая, SP6, максимум ёлы-палы. Другая подороже. Смывка старой краски взял на тесты именно у людей. Она действительно гораздо подороже от этой. Что-то там 6 раз дороже получается. Но по отзывам ребят, кто мне её посоветовал реально работать. Я видел видео, как она работает. Ну, собственно, сейчас мы это всё дело и проверим с Саньком. Саня запиливает торцы, чтобы можно было спокойно заклеиться скотчем. Ну, вовнутрь у нас ничего не попадало, потому что окрас только снаружи происходит. Ну что, приступим к всем экспериментам. Смывку краски хорошо перемешал каждую из них. У нас и Боди поучаствует. Почему-то не поучаствует, если он есть. Тестировать будем на каких-то маленьких частях, чтобы если что-то не сработает, потом наждак не убивать. То есть снимем всё под наждачок, если что. На крайний чок, под наждачок. Да не надо мы прям так, Саньком, наливать с горла. Всё перемешал. Я фигачу Боди на угол. Так, хорошо. Ты что? Ой, ну и сюда фиганул. У Боди. Да, и там Боди. Так, размазываем. Размазываю не сильно. Пусть горбиками так лежит чуть-чуть. Это повышает шансы работы материала. Вот. Так, Боди. Эту Боди размазывать даже не будем. Это было SP6, да? Да. Это дешёвая, рыночная, цена которой там 2-3 доллара за литр. Давай вот эту дорогую, не рыночную. Да и пусть лежит там компас, посмотрим, есть ли разница между размазанным и между неразмазанным. Покрытие не... Шо, воняет? Воняет тихо. Резкий такой. Да, есть. О-о-о! О! Взорвало! Лак! Наш звук пошёл. Это будет? Это будет. Давай дальше. Ля, она красненькая. Хорошая. Не пускай. Не пускай на край. Да. Не пускай. Всё, ждём. О, и тут Боди, где размазан, начало взрывать. А тут тишина пока. Пока. Что? О! Рвануло! Прям какой-то резкий такой взрыв. Так, ну что? Ну, Боди, мы первые нанесли пока что в лидерах. Ну, я вижу только лак, чтобы подорвало. Базу тоже. Базу просто размачиваем. Так, что мы... Это пошло работать. Это быстрее начинает работать. СП-6 молчит. Не, что-то тут от края, есть же там, где ты чухал. Потихонечку пошло. По чуть-чуть. Это работает тоже по скорости. Быстрее получается, чем Боди. Ну, конечно, ядрю на маске надо надевать. Да, по-любому в маске надо работать. Я когда открыл, понял, что такое есть. Ага. Посмотрим, что у нас произойдёт. Как, что, кого почистит. Ой, база у Боди пошла уже вверх. Вверх. Странно, что она БМВ-шный лак тогда вообще не взяла. Ну, то завод был. Там был завод. Прошло минут... Ну, 10 еще не прошло, но уже все процессы остановились. СП-6 вообще самый последний, еле-еле что-то начал делать. Тут, где толсто Боди лежал, мы так почесали. До предыдущего окраса более-менее хоть подорвало. И он начинается чёрный снимать. То есть ребята взяли новые капоты и покрасили прямо на заводскую чернуху. Ну, я не знаю, опять же, может, он нормальный грунт как бы. Грунту вопросов никаких. То есть они не снимали, а ставили на чёрную. Пластик. Ну, давай пластиком, чтобы не шкрябок. Ну, и всё. Ну, чисто лак, по сути, тронуло лак. Да. Лак. База у Боди. Мне так не стало, просто пластичный. Давай, это удаляем. Что еще хуже? Ну, слой тоньше. База у Боди. А не помню, черный, это алюминиевый же. Это алюминиевый. Просто он серебристый такой же. Ну, не везде, видишь, там немного. Ну, да, там где чуть больше, там взяло. Ну, тут должно. Ну, да, оно видно по этому, как подорвало. Вот. Ну, и просто жить. И тут Боди сработало. Согласен. Ну, а всё равно, не идеально. То есть ещё раз надо как минимум мазать. Там же и толщина нарисована, не та, что. Там где толщина была. Ну, да, черного пошла. Да, не просто. Давай, с П-6 этот. Что? Чистоват. Ну, да. Ну, иди. Чистоват. Ну, да, тут чуть толще. Да, алюминиевый, слушай. Там, где чуть-чуть толще. Но он реально дольше всех работает. Давай вот эту посмотрим, что она. Вот. Ну, тут более... Более или менее. Хотя тут меньше, чем Боди сработало. Да, поналито. И она реально оторвала. Оторвала. Вообще, на всей плоскости. То есть её надо более... Толстый. Толстый распределять. Так что, будем смывать или будем сочухивать как-то? Да, намажем сочухивать. Ну, давай, намажем. Намажем, короче, посмотрим, к чему придём. Ну, маску сейчас оденем. Ну, да. В красоте. А сколько уже вылил? Та почти нет. Почти нет. Охренеть. Это, грубо говоря, чуть больше 10 баксов уже нет. Нажем. Нажем. Ну, дольше. Ну, такое. Посмотрим, что давай обдираю. Ахренеть. Ахренеть. Ну, да. Зато алюминий трон. Ну, что. Смывка краски как бы сработала. Как бы полностью там в банке почти ничего не осталось. Вообще почти ничего. А на капоте ещё. Как бы надо столько же намазать. То есть она как-то участками берёт. Не всё. То есть там, где жирно и... Ну, как. Она работает, но не за один раз. То есть в любом случае два раза проходить. Грунт она, кстати, не взяла. Сейчас да расчистим, посмотрим, что здесь конкретно. Попробуем бодевской. Ну, тут где чуть-чуть шпатлёвано и вот так грунтовано. Она со старта не взяла. Бодевская, я смотрю, что-то уже там творит потихоньку. Да. Ну, уже легче. Уже как бы есть подрыв, материал уже будет работать. Всё тащится за тапками, за ногами, падает на ноги, разъедает ноги. Скажу так, по цене, то есть уже по цене потраченного материала мы переплюнули стоимость работы вместе с наждаками и потраченным временем. Поэтому по поводу... А плюсом ещё это надо правильно всё смыть, чтобы у нас не пожрало потом металл. Ну, короче, я ожидал увидеть реально больше вот этой смывки. Так как там я видел на дверях Мерседеса, ребята скидывали, там реально у них прям, ну, взорвало всё. Пластами снялось. Опять... Опять становится вопрос. То есть что-то... Наверное, мы что-то делаем не так. Либо опять луна не в ту сука фазу зашла и что-то происходит. Но не взрывает она так, чтобы полностью в ноль. Есть участки, причём они крупные, которые в ноле. Но очень много участков, которые она не взяла со старта. А очень жаль, а очень хотелось. Короче, шёл второй час. Реально, то есть, трата времени и денег не сопоставима с тратой времени и денег на наждак и работу с машинкой. Шпакло не берёт ничего. Вообще. Грунт кое-как и то не весь. Времени и говна вокруг уже развезено. Просто море. А этот капот уже должен был быть перешпатлёванным. Потому что тут, ну, видать, какой-то косяк. Не зря же ребята шпатлевали. То есть он уже должен быть перешпатлёванным и сушиться под перетирку. И готовиться к грунтованию. Мы же до сих пор трём. Поэтому реально объективно. Потраченные бабки на вот это без обид никому, на вот это дерьмище бесполезные. Ну, говорю как есть. То есть если бы это было, да, вообще там в один слой тоненько всё, чисто завод, целочка, да, его там сняли, да. Оно бы отработало, но всё равно это было бы дороже, чем снять наждаком. По времени, может быть, так же выкатилось. Но вот это вот всё, что творится вокруг. И оно ещё не доделано. А доделывать теперь придётся всё равно наждаком. Потому что уже один хрен мокрый по-мокрому этот капот не покрасить. Поэтому как бы, ну, ну, оно не стоит. Вот это вот не стоит того. Мне теперь ещё на полу лазить со шпателем придётся. Ну, что есть, то показал. Смотрим, что будет делаться дальше. Хотели этот капот сделать сегодня за день. Ух, блядь, я чуть не убился ещё на этой смывке. Сегодня за день хотели сделать. Но сегодня уже никак не получится. Потому что он просто идёт под шпателем и вперетер. Думали сделать как? Фиксадор, мокрый по-мокрому, краска, лак, час, сушка. Ставим. Никак. Короче, Rotex в работу. Реально так надёжный. 120-ка и вперёд. Потому что, ну вот, Саня, шапок. Ну, это капец. Реально, как бы это ни было смешно, но это ни хера не весело. Он даже разбух. Пизда. Ой, блин. Ну, короче, смывка краски актуальна там, где руками хер подлезешь. Но на прямых плоскостях не вижу смысла. То есть уже бабок потрачено на этот капот больше, чем запланировано по расходу именно наждака даже. Уже больше даже в три раза. Потому что стоимость смывки. А теперь ещё и наждак добавляем. По времени этот капот уже должен быть грунтоваться. До грунтования ему ещё минут 30 точно. Это больше, потому что сейчас подлевать. Ох, ёптай, он тут реально валеный. Да, его там тоже. Понятненько. Всё с этим делом. Ну, короче, смывка краски, ну, не знаю, походу не моё. Что-то у меня не срослось с ней уже третий раз. И больше мы, наверное, пробовать, именно активно пробовать что-то пытаться. Я не буду. Что-нибудь попадётся там где-то с краешка попробую на уголочке. Будет интересно, покажу. Там есть одна мыслишка, но это с середины лета. Когда она к ребятам придёт, тогда, может быть, что-то попробую. Значит, во что превратилось наше желание покрасить его мокрым по мокрому и как бы, ну, условно быстро. Правильно и быстро, да, без всяких перетирок. Уже не прокатывает, потому что ремонт со шпатлёвкой никогда не будет мокрым по мокрому открашен так, чтобы это было красиво, по крайней мере, на капоте уж точно. Сейчас. Сань, по 240 закончил? 240. Ох ты, что извращенец, а? Короче, извращенец закончил под 320. Ну, потому что мы с утра будем уже перетираться, как бы. А сейчас по времени 8 часов почти вечера. Видно, что 8, а я говорю, что 8. Папарапам, весь алюминий под 180? Да, угадал. Весь алюминий под 180, шпакло под 320. Ну, в принципе, это слишком правильно. Ну, камера, соберись. Ну, чтоб не просела, не переживай этот грунт в эту риску. Он в 220 он сидит. Окей, Саня перевздил. Пошли, грунт разводить. Вот этот автомобильчик. Скинули капотик, чтоб на машине не гадить. Значится... Да. Рынь, рынь, мазафака. Сними эту штуковину. Ой, не так. Надо открутить. В наборе есть... Сейчас. Ну, ладно, покрути пока так. Да, Саня вместо шуруповерта будет. Фиксадор, кислотник, отвердитель к нему. Разбавлять ничем не надо. Значит, смотри, будешь валить с лакового ствола с дизой 1,3. Потому что его надо мелко разбивать. Ну, чтоб он реально прямо... У него так написано. Я просто когда с 1,7 валил слишком толстый получается. Оно не надо. Ну, меня Александр наругал, сказал, так нельзя делать. Разводи один к одному. Ну, не знаю. Разводи, наверное... Сколько минимум мерка? В полтора слоя. Минимум на 250. А, минимум? Нет, нам не минимум надо. Смотри. Сколько его расход вообще? Один к одному. Ну, надо этот капот, чтоб в полтора слоя тебе его пройти. Ну, разведи по первому, по самому максимальному. 5-5. Реально, ну, как бы 200 грамм, 225 грамм на этот капот ввалить можно и легкую. В полтора слоя. Но его надо налить пленкой. Так. Ну, это не тот кислотник... Ты сейчас будешь наносить, ты офигеешь. Это не тот кислотник, который... Вот это, знаешь, пыльцо и пленочка. Этот кислотник именно... Ну... По сути, как лак, короче. Реально. Вот по ощущениям, да, он тоньше слоя. С 225 у тебя чуть-чуть даже останется. Ну, пусть чуть останется, я себе его туда возьму попшикать. Но, все равно, ствол этот потом отдельно будет. Один хрен. То есть, с него дальше, можно, класса не будет. Вот это, конечно, беда, что надо. До 5 наливай и отвердоса. Вот у меня остаток, хотя наливал все по стаканам. Остаток с первой партии... Ну, с первой банки грунта вот такой. То есть, надо наливать один к одному, и этого на 10% больше. Не знаю, почему так получилось. Хотя мне казалось, что удобно. Знаете? Хорошо. Да. Ну, либо же по весам делать. Но, опять же, по весам. Почему-то в русскоязычной ТДС для российского рынка нет этого грунта. Пробку открой. Понюхай, как он пахнет. А? Ооо, полегче. На сколько на 5? На 10 больше. На 10? Ну, 10%. Ну, реально, глянь, сколько осталось от вердоса. Ты, грубо говоря, 200 грамм грунта разбавил от вердоса с первой партией. Еще. Ты налил сейчас ровно. Ты один к одному ровно налил. Давай, давай. Лей. Еще. Вот. Сейчас. Ну, где-то так, допустим, пойдет. Ну, теперь гарно вымешай. Файно так, чтобы не стыдно было. Закроемся через воронки вот со 190-х. Со 125-х, точнее, профильтруемся. Нет у меня 190-х. И на складе не было. Знаете, на лопате. Ну, давай. Так. Это кислота. Для чего нам нужна кислота? Потому что алюминий вот имеет вот такие вот уже вещи на себе. Это такие начальные чаги давнешних стадий каких-то. Вот. Их надо, само собой, закрыть. Полтора слоя. Два. Ставим ему два, как минимум. Этой твари надо два, два и два. Ну, это просто с этого шланга больше давления. Кстати, тут давление будет скакать чуть-чуть. Тоненько как бы пропыляешь и наваливай. Переходи. Дотянешься. Уже дотянешься. А теперь вот так и заливай отсюда. Отсюда и наливай. Прямо делай пленку, как у грунта. Тоненькая такая. О! Огонь. Спотлёвка тоже закрывается вместе с, ну, как обычным проходом грунта. То есть игнорировать спотлёвку не надо. Вот это слой тоненький. Он и сохнет быстро. И, в принципе, он закрытый. И свою функцию выполняет. Это уже жирно. Даже сами по центру не видят, что творит. Что творит? Что творит? Что творит, чертяка, а? Ты смотри, как кладёт. Ёлы-палы. Два года в Харькове не прошли зря, да, Саня? Могёт. Оставь меня чуть-чуть нарыгало вот то. Что у меня стоить? Там есть хоть что-то? Да. Так, вот это вот теперь оставляем минут на 15, может быть, даже 20, потому что центр, Саня, подлил. Короче, он станет полностью матовым. Полностью матовым. Вот тогда можно работать. И шпаклёвочка уже закрыта. И контуров грунт никаких не даст. То есть это два в одном. Тут и изолятор, и кислотник, и всё, что хочешь. Просто песня, а не грунт. Хорошо, да? Угу. А вот так и не скажешь, что это кислотник. Вот просто тебе налей, скажи, нанеси. Как нанести? Что это за грунта? Хер его знает. Какой-то наполнитель, да? Вот такой кислотник у Лехлера. Я сам, когда первый раз наносил, ёпт, что это такое? О, Саня, это косячина. Сейчас. Где? 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 Да я в камеру. Вот. Это всё. Это будет просад потом, в дальнейшем на капоте. Так оно и останется. Сразу вполне наливаешь. Он жиденький. Давление поставь так, чтобы не сильно ты тут с травмом. 0,8 тебе хватит на той вязкости. Ну, сейчас поймёшь, давай. Жижа? Да. Пойдёт? Вот. Этим грунтом не работал ещё? Нет. Неудачно. А, я помню. Ошибка в отвердителе. Помню. Помню. Не, подожди. То ты пользовался дешёвым самым. Это не этот... Блин. Это гринтифиллер. Это не дешёвый грунт. Так и у меня гринтифиллер. То у тебя не гринтифиллер был, то у тебя был... Давайте посмотрим видео. Ну, давай. Ладно, пересмотрим. Тут не суть важна. Это у тебя не этот грунт был. Это разные грунты вообще сами. У меня произошла апатия. Грунт ценой в 8 евро отличается от грунта ценой в 19. Понимаешь? Шо это? Шо у тебя за вот эти вот, вот эти вот ласточки? Перпендикулярно держи, что ты творишь? Опять выкручиваешь его. Это надо со стороны себя видеть, чтобы видеть. Что-то ты ростом чуть-чуть не вышел для малярки. 22% растворителя, разбавителя в грунте. У нас задача какая? Мы положим... Ну, мы положим... Саня положит два слоя. Один так, другой вот так. А потом там, где шпатлевалось, разведём 10% разбавителя и прольём именно там, где шпатлевалось, чтобы было что тернуть. То есть нам, как бы, слой, в общем, не нужен на капоте, как слой. Там чисто такой, под 400-600 пройти. А тут, где шпатлёвано, нужно обязательно, поэтому... Поэтому. Всё, до полного мотовения. Лучше проходить крест-накрест слои, когда они такие жидкие и тонкие. Потому что видно, где, ну, как бы, между ступеньками много видно, да? Чик-чик, тут чуть тоньше, там чуть толще. Чтобы толщину сравнять, одинаково. Крест-накрест проходится. И�tag просто. Слой.